Привет, с вами Скаловский, и сегодня я расскажу вам про Суку. Название нет ничего смешного, это вообще-то очень классная блокчейн-платформа, про которую я по-хорошему должен был вам рассказать еще давненько, но свои обязательства перед ней я должен выполнять. Вот давайте прямо сейчас с вами посмотрим на ее характеристики. Как вы видите, после стадии Private Sale ее вкладчики получили 147%, на стадии Pre-Sale 214% сверху к тому, что они вложили, и вот прямо сейчас те, кто прошел I.O., все-таки получили сверху плюс 110% прибыли. Итого можно и в дальнейшем ждать, что токен продолжит расти, тем более, что сейчас вся крипта в целом растет. Учитывая, что любые токены, которые продержались эту долгую криптозиму, то прямо сейчас, скорее всего, судьба им расти. Очень хороший токен. Почему он хороший? Давайте разберемся. Это блокчейн-платформа для отслеживания цепочек поставок продукции и предназначенная для международного взаимодействия деловых партнеров согласования сделок и наблюдения за местоположением и статусом товаров. И да, дамы и господа, еще одно важное объявление. Я буду 21-22 октября в Москве, где состоится одна из самых крупнейших конференций в России по крипте Blockchain Life. И я там буду. Вполне себе интересное мероприятие, на котором будет очень много самых разных интересных спикеров. Там будут крупнейшие мировые компании индустрии, часто инвесторы, фонды, владельцы бизнеса. В общем, присоединяйтесь. Подробнее в следующем видео про эту штуку я еще расскажу. Ну вот серьезно, каждый раз, когда вы, например, слышите «Мы изобрели новый блокчейн, у которого скорость транзакций выше в 100 тысяч миллионов раз! И именно по этой причине наш токен лучше, чем эфириум!» Он убьет эфириум! Ну в общем, вот эти вот все токены, как правило, умирают. Большая часть из них. Некоторые остаются в живых и приносят людям дивиденды, но по факту зачастую мелкие токены, утилитарные токены, которые нужны для какой-то одной конкретной функции, зачастую выживают и приносят прибыли. Главной целью проекта является преодоление актуального на сегодняшний день разрыва между потребителями и производителями путем развития более прозрачной и эффективной коммерческой деятельности на блокчейне. Сулку, по сути, предоставляет потребителям доступ к прозрачным и проверенным продуктам, а компании, в свою очередь, получают возможность напрямую взаимодействовать со своими пользователями. Когда-то давно этот токен вышел на ИО, прямо сейчас он торгуется на Ликвиде и на других биржах, и представляет он из себя utility токен, утилитарный токен. Он используется для поощрения партнеру платформы и служит основой и механизмом стимулирования. И да, важно заметить, что все это не предназначено для жителей США в силу особенностей американского законодательства. Ну вы вот помните вот эту всю историю с Павлом Дуровым, когда СЕК постоянно гоняет его по судам из-за того, что он сделал акцию, хотя на самом деле это вообще-то токен. Ну, в общем, вы помните все это. За проектом стоит открытая команда разработчиков компании Citizens Reserve, возглавляемая группой бывших сотрудников Deloitte, глобальной аудиторской организации, занимающей ведущую позицию в большой четверке крупнейших мировых аудиторских фирм. Советниками проекта являются известные и уважаемые представители криптокомьюнити, СЕБЖ Битрекс Билл Шихара, старший партнер-основатель HECM Capital Джек Ли и другие видные деятели отрасли. Идеалы СУКУ выглядят особенно логичными на фоне сложившейся на сегодняшний день тенденции повышения беспокойности потребителей тем, откуда берутся продукты и ни в каких условиях они доставляются в конечные пункты. В связи с этим приоритеты ответственности бизнеса требуют от компаний большей прозрачности, этичности и устойчивости в вопросах выбора поставщиков и закупок. СУКУ уверена, что текущая индустрия цепей поставок является необоснованно дорогостоящей для навигации. Почти все предприятия в большей или меньшей степени нуждаются в четких алгоритмах отслеживания своей продукции, но поддерживающая их на сегодняшний день технология остается недешевой, неэффективной и фрагментированной. По сути, вот всю эту революцию начали в момент, когда изобрели морские контейнеры. И в этот момент доставка грузов на далекие и большие дистанции стала гораздо дешевле. Ту же самую революцию, казалось бы, произвели и дальнобои, которые использовали, по сути, те же самые контейнеры, но только для перевозки уже и по суше. Другое дело, что многие сейчас это называют довольно неэффективным методом доставки. Однако, регулирование логистики всего этого было бы очень хорошо переложить на более эффективную систему, нежели сейчас. Потому что прямо сейчас у очень многих людей происходит проблема, когда твоя посылка отправляется к тебе через два континента, она проходит через кучу самолетов, пароходов, чего только она не проходит в своей маленькой жизни. А по итогу, если ты, например, ее не получил случайно, она отправляется обратно тем же путем, идет туда месяц, и потом снова летит к тебе, если ты все-таки решил ее получить. Вот во всем этом пригодилась бы логистика. И суку и решает эту проблему. От нефти до продуктов питания, позволяя сторонам взаимодействовать так, как это было до сих пор практически невозможно. Заключенная партнерс из платформы SmartTrack позволила Citizens Reserve интегрировать решение интерната вещей в суку. Пользователи получили возможность присваивать физическим объектам цифровую идентичность и отслеживать их в блокчейне с помощью смарт-тегов, размещенных на продуктах. Интеграция в блокчейн интерната вещей, подключенных друг к другу устройств и датчиков, которые автоматически собирают и обмениваются данными, сделала Citizens Reserve одной из немногих фирм, которые делают принципиально новый шаг в автоматизации отслеживания. Вот мне бы эту самую автоматизацию отслеживания в моменты, когда я пытаюсь найти свой пульт от телевизора или свой телефон, когда на нем выключен звук. Технология SmartTrack автоматически обеспечит блокчейн точным местоположением и статусом товаров. Это не только поможет сторонам действовать оперативно при возникновении проблем, но и позволит оптимизировать доступ компании к капиталу, поскольку технологические партнеры смогут разрабатывать экономические приложения с учетом суку, что поможет финансировать сделки с помощью токенов. Иными словами, суку позволяет торговым партнерам взаимодействовать и получать доступ к данным в режиме реального времени, обеспечивая конфиденциальность прозрачной деятельности и автоматизацию договорных соглашений. Но теперь поговорим о технике. Платформа функционирует на блокчейне Ethereum и Quorum. При этом компонент Ethereum используется для выполнения смарт-контрактов с условием хранения транзакций в блокчейне и автоматическими платежами при выполнении необходимых критериев. А блокчейн Quorum выступает в качестве частного рынка для продавцов и участников торгов. На сегодняшний день уже заключено стратегическое партнерство чилистской компанией Cenza Saat, одним из крупнейших ритейлеров Южной Америки. Ну, кстати, я недавно летал в Южную Америку и должен сказать, что... Эх, а шо я могу сказать про доставку? Я же всего лишь там на небитаемом острове тусил. И видео это на моем канале вы не увидите, потому что ТНТ меня его случайно забанил, но в целом на ТНТ вы посмотреть можете. В рамках сотрудничества поставщики и потребители смогут сканировать и проверять происхождение и историю поставок различных продуктов животноводства с помощью своих смартфонов. Разработчики уже организовали поддержку своего приложения на Android iOS, которое позволяет сканировать продукты, участвующие в программах СУКО, и просматривать путь от производителя до конечного потребителя. Важно поговорить про IOO, про который я должен был вам рассказать, к сожалению, еще год назад. Тогда я рассказал вам про очень много самых разных интересных IOO и ICO, и вот это одно из них. Они уже собрали 12 миллионов долларов и даже больше, в связи с чем прямо сейчас их токен чувствует себя очень хорошо. Хотите поучаствовать в жизни этого проекта? Пожалуйста, ссылки в описании. Переходите, смотрите, подписывайтесь. У меня токены этого проекта, например, есть, и я ими очень дорожа. О, Господи. Правду говорю. С вами был Соколовский. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока.